здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня вижу свою же шапку которую которому видео уже два года я его девчонки удалю потому что сейчас свяжу по новое видео мне жалко было я не удаляла но шапка классное видео плохое я это признаюсь поэтому вижу снова нитки у меня 180 метров 100 граммах вот моточек 50 граммов но и клубочек спицы 3 миллиметра всего 100 граммов пряжи на эту шапку вы можете связать ее полностью по голове кто не любит вот эту макушку тыковку можете связать ее спас свободную то есть это уже на ваше усмотрение можете также вижу вязать другими нитками рассчитывайте по своей плотности вязания число петель кратно 6 плюс 2 кромочные петли я набираю девяносто две петли и так набрала я девяносто две петли всего теперь вяжем таким вот образом кромочную снимаем вяжем одну изнаночную узор мы начинаем вязать в этой шапке с первого ряда она потом красивее выглядит одна изнаночная кромочная 1 изнаночная 2 поверх 1 меняем местами две петли и провязываем лицевой 1 2 теперь 1 поверх 2 тоже меняем местами 2 2 изнаночные снова вся коса вот это и есть наша коса она состоит из четырех петель и мы меняем местами сначала первую вторую притом 2 поверх 1 ой в первой двойке во второй двойке 2 поверх 1 поверх 2 и после них 2 изнаночные и продолжаем так до конца ряда в конце у вас от должно остаться одна должна остаться одна изнаночная и еще одна кромочная изнаночная так изнаночный ряд мы вяжем по узору там где у нас лицевые вот видим косичка вяжем лицевой изнаночные изнаночные то есть у нас здесь будет 4 изнаночные 2 лицевые так изнаночный ряд я провязала теперь лицевой точно так же как мы вязали первый ряд каждый нечетный ряд мы выполняем узор кромочная 1 изнаночная здесь меняем местами все точно так же изнаночный ряд всегда вяжем по узору в лице в каждом лицевом ряду мы делаем эти перебросы таким вот образом продолжаем наше вязание глядит этот узор вот правда смотрите прелесть прелесть я рада что я все-таки решила это видео переснять хоть будет вам нормально уже не будут возмущены так там комментарий мама не горюй этого видео три года но я его не не удалила потому что жалко но информация это классно но теперь переснимаю чтобы было тоже классная информация но уже в нормальной подачи девчонки ширину я вам сейчас измеряю и скажу вот если вот она тянется вот тянется тянется видеть понятное дело что этот узор будет вот смотрите тянется до 60 сантиметров что вы не спрашивали какой размер вот я ее натянула до 60 да тут и больше вот если максим но в любом случае если вам нужно большой добавляйте раппорт вот 6 петель добавили на один раппорт больше и вяжите но я сейчас еще раз меряюсь таки по максимуму насколько вот это вот 65 даже сантиметров я натянула высоту ну объем смотрю смотрите девчонки подгоняйте по себе я считаю что для стандартной головы вот этот нормальный можно убрать пару раппортам для детской шапочки вот так высоту у меня 24 сантиметра и теперь я буду делать сокращение сокращать мы будем очень быстро первый ряд девчонки косу вяжу как и вязала ой расчлененка расчлененная нить а там где 2 изнаночные я просто их провязываю 2 вместе вот и так до конца ряда то все изнаночные я провяжу по 2 вместе и сокращу эти петли вот 2 изнаночные я их провязываю вместе и так до конца ряда так провязала я ряд до конца теперь изнаночные я вижу без изменений просто провязываю изнаночный ряд по узору 1 лицевая 4 изнаночные так следующий ряд девчонки вяжем таким вот образом изнаночную вот эту одну уже провязываем как изнаночную просто где у нас 4 лицевые вяжем 2 лицевые и 2 лицевые вместе видите я поменяла местами чтобы у нас был поворот сюда и сюда справа налево слива направо видите и так до конца ряда еще раз повторяю вот две петли я просто поменяла местами вернее повернула развернула их сюда есть и провязала 2 вместе вяжем до конца ряда сокращая вот в каждой косе по 2 петли вот таким вот образом продолжить так изнаночный ряд я провязала теперь следующий лицевой изнаночную 5 провязываю 2 лицевые провязываю вместе изнаночная 2 лицевые тогда конца ряда и изнаночный ряд по узору видите вот так вот наша макушка начинает вы так и последнее почти последнее вот здесь вот я поменяю местами изнаночную с лицевой и провяжу 3 вместе местами поменяла чтобы лицевая как бы была основной а теперь уже ничего не меняю просто провязывая до конца по 2 вместе лицевую и изнаночную петлю так и последний изнаночный ряд тоже изнаночными петлями по 2 вместе это чтобы нам легче было эту макушку стянуть тоже последнее наше действие перед сшиванием вот эти вот две тоже провяжу как 2 вместе теперь вот видите совсем немножечко несколько петель осталось обрезаю по длине и нитку чтобы она не и хватило для сшивания продеваю иглу и продеваю вот эти все петли собираю на иглу завязываю сшивать буду за кромочные петли вот таким вот образом голод так сшиваем мой хороший теперь хочу сказать по поводу если в круговую возникает вопрос у девчонок все очень просто можно вязать в круговую чтобы не сшивать я мне просто удобнее вот так вот показывать вам на ровном полотне не не круговом вот но если вы показывают я вам сейчас просто кратенько объясню если хотите вязать в круговую все то же самое только набираете петли минус вот эти две кромочные то есть кромочные не считаете просто считаете число кратное 6 на вот эти вот рапорты с учетом ваших ниток плотности вязания и объема головы соответственно но плюс 2 кромочная как я говорила в начале не надо набираем число петель кратное 6 и вяжем на круговых спицах как соединять можете посмотреть мужской шапки у меня есть на канале как соединить это в к вяжем соответственно учитываем что у нас один ряд лицевой 1 изнаночный в этом узоре то мы вяжем один ряд перебрасываем косы вот эти второй ряд мы вяжем просто по узору вот вами будет через ряд и все то же самое то же самое макушка все очень просто так что хотите в круговую соответственно в круговую получится вообще совсем другой вид поэтому я бы вам рекомендую вязать в круговую эту шапку конечно не так удобно и комфортно но зато ну того стоит девчонки поэтому я считаю стоит заморочиться вот что хочу еще сказать в под эту шапку варежки подходят которые я вязала на двух спицах очень схожие узоры еще я из ниток одинаковых вязала так что у меня в любом случае это будет комплект и пойдет он кому-то в подарок так вот так здесь я вот сделаем узелок теперь вот смотрите что я вторую вот эту нить которая у меня осталась после набора я все девчонки вот так вот она наша шапка вот так вот одеваете там она получается тыковочка такая симпатюлечка смотрите как подходят под нее варежки так что варежки тоже вяжем не забыл смотрите какой классный комплект правда хотя узор узор такой же девчонки у нас узор вот здесь вот состоит из половины вот этой косички так что вот прекрасный вам комплект сейчас вот она соответственно если привязать не такую глубокую то можно сделать вот так но это отворот я имею ввиду минус вот эти вот сантиметры если убрать девчонки вот смотрите восемь сантиметров если убрать получится такая шапочка по голове вот сейчас она у нас ты картой вот она все А я с вами, девчонки, прощаюсь С вами была Вика из школы рукоделия Всем пока-пока